И всем кукушники, дорогие друзья, сегодня с вами я, Допустим. И это продолжение... Когда ты проснёшься, то станешь совершенцем. А, ну это, да, да, да. Это продолжение Back to the Future, уже эпизод 4, 2 серия. Я что хотел сказать, у меня почему так вот не выходили в голову этой серии, если вы вдруг смотрите этот канал, я очень сильно по этому поводу удивлён, то у меня не записалось ничего. Вот я опять-таки дошёл до этого момента, благо проходить недалеко было. Вот, ну что же, давайте продолжим. Кто не помнит, мы остановились на том, что гражданина Брауна подцепили... Сейчас, давайте покажем. А я, кстати, играю теперь на мышке, так всё-таки поудобнее, нежели на жестике. Подцепили к всяким препаратам, и теперь вот, делать с ним непонятно что. Похоже на огромный освежитель воздуха. Жуть. Да, то есть, вообще, такие жуткие эксперименты проводят, что крысы даже не позавидуют. Давайте сразу начнём. Так, панель проверения, что тут у нас есть. Зарительно люблю это. Оптический. Ага, ясно, не особо туда. Ладно, давайте всё на максимум. Так, отлично, немного-то отъехал. Он сдвинулся на пару сантиметров. Может, получится вытолкнуть его за дверь. Гражданин, чем вы там занимаетесь? Я, не, 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 всё отлично. Отлично. Да, это осязание, так сказать. Да, кстати, вот эта шапочка, по-моему, была в первой части фильма. Если кто помнит вот это вот. Не знаю, это, блин, это сложно сказать. Это что-то нагло, скажем так. Непонятный приводатель. Слово вроде бы знакомое. Это у нас, по-моему, да, обонятельный? Да. Что, Слоу? Очистные фильтры в ароматических баках снова засорились. О, да неужели? А я и не заметила. Давай, сделай уже, наконец, что-нибудь. Итак. Так, пока не я с... Счинит эту хрень. Ноже какая она. Так, вон, пока не там сразу, не дайся. Сволен, перенес, наверное, посмотрим, что там есть. Найдем пистолет. Потому что она злая, и перегрохан всех, и уйдем спокойно. Почему бы и не? Мне кажется, это было бы идеальное завершение, идеальное серии. Эээ... Идеальное начало, что ли? Микрофон. Тест. Раз, раз, раз. Что это было? Не-не-не-не-не-не-че. Больше ничего. А, что за дырь? Заперто, блин. Угу. Угу. Так, ну, я единственное, что помню, что... Нам больше там делать нечего, то есть нужно что-то здесь сделать. Ну-ка, давайте с чем-нибудь поговорим. Раз, раз, раз. Что это было? Нафига... Так, ага, мы говорим то же самое. Раз, раз, раз. Нафига? Что это было? Давайте что-нибудь туда заюзаем, что у нас есть. К микрофону, газета. Почитать газету как-то, вряд ли. Нам гитара, давайте сыгранем. Блюз или джаз. Рок-ролл! Только и он, только хардкор. Ага. Что это было? Что это было? Это не, нефига. А, я ждал такого. Что ты здесь здесь? Или охранник, кстати, выскочил? Ты из ничего. Какой-нибудь только перепонки от этого не порвались. Мне кажется, это было очень классно. люди туда и гранат им папа башки и все так тоже можно а ты мог гранаты гитаре было вот это акустика нафига только я не понимаю смысл для чего мне кажется хватило бы маленького динамика чтобы говорить ему то что давай и тело и все зачем такие огромные ты не логично чм они граждан объявлена тревога уровня омега-1 в районе суда замечено сбежавшие нон-конформисты костюм браун а мы пошли в правую сторону наверно кристаллическая такие так тоже можно что нам теперь делать дождемся пока охрана разойдется а потом мы проберемся к твоей машине времени эй там моя мама эй не разговаривай с ней она может нас выдать она не услышит обрекал все что ли а где же тогда делориан я спрятал ее в тайной лаборатории возле ущелья клейтон ущелье клейтон в честь клары клейтон а что это так важно вообще-то клара должна была стать твоей женой так что да потрясающе вот я там историю лома и мы не должны помочь когда мы вернемся исправим историю этого просто не случится мы по идее в растительной пищи он понятно в чем сидит почему-то типа подписывал черт возьми как бы там с тобой сотворить она просто у нас не переделать мою личность стерег все черты которые ее не устраивали чёрт чёрт вот это удар так вырезала одному второй тоже упал вот это повод нет мне кажется зеленая все-таки растительная пища наверное что-то такого ли бумага здесь что там еще то было пластик наверно не обижайтесь ваша честь но все-таки почему вы женились на день она же немного не в себе теперь это так но когда наши отношения только начинались ее сдерживала четкое понимание что хорошо а что плохо по крайней мере так мне тогда казалось но влау волос красиво как ни странно то есть да если вы помните то она даже ничего дурак добрысь временную линию ничего этого не случится отсылки рома метр кричит как полгода как я уже говорил всех сериях если я говорил все чисто не помню то марс этот грёбаный эгоист боюсь мне придется сделать эту работу без тебя маркин что почему ну я кое-что уяснила путешествиях во времени если ты будешь помогать не ремонтировать машину времени то когда мы вернемся в 1931 год может случиться пространственно-временной парадокс конечно и что мне теперь остается слоняться по ненормальному сиди дальше может нам байки и спи точно но не волнуйся будь резан каждый день даже не заметишь хорошим словом надо же в какой-то момент так же на логике так понятно как настоящий так может видишь может они отменить праздники опять таки я не помню как я уже говорю почему два синего это дискриминация просто коричневый зеленый несколько секунд держаться подальше от дороги подальше от дороги гражданин браун эммет что-то не так так вот он грёбаный давайте продолжаем сидеть в корзине 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 и ждать эммет мне кажется он реально грёбаный гэйс вы посмотрите уже сколько он раз ломает мир то есть по мужу 2 если не ошибаюсь вроде да а ну да там и не ну хотя почему это есть он в принципе не только ради себя старается и в принципе людям тоже помогает в какой-то мере потому что когда планеты ну не планеты это грубо сказано городом правили там и не всем было же плохо потому что они правили брали да можно назвать если это можно назвать дать вот а здесь то же самое то есть ничего нельзя делать зато тут чисто то есть это круто так ладно выходе из мусора о чем вы говорите он же почти беспомощен без моих указаний ты не права до нашей встречи эммет был жалким неудачником который не мог ничего довести до конца а теперь посмотри чего мы добились но к сожалению я зылать надо говорить не особого символя на них на не поймет да все правильно это вы наставляли эммета и он превратил хилл вели в сборище придурка я и не ждала понимание такого хулигана как ты надо он настоящий хулиган для а знаете не только вы вдохновляли эммета в моем времени он женат на одной из самых прекрасных женщин 19 века прекрасные женщины в принципе хотя думаете вы вдохновляли дока так знаете что эммет браун додумался сконструировать машину времени из делориана без вас и летающий по всего лишь удалился где-то в туалете не способен даже собачью кормушку ее собачьи зрели какой-нибудь там как ваши чести начинаю слегка беспокоиться а у и отремонтированная делориан фраг на похорону не обычно дворец не похож а через секунду уже на полгода в прошлом потрясающе полгода нихрена тебе потребовалось полгода чтобы починить машину времени семейные сбережения и знакомства с ливийскими преступными формированиями но конечный результат того стоил мне интересно а как бы положить нас все эти полгода что вы делали у нас я отправляюсь в прошлое где никакая кучка адвокатов не сможет как долго пришлось меня ждать может быть пару минут пять минут он там на циферблазе было написано например ладно он тоже чтобы может нас просекал после нашего расставания думаю беспокоиться не о чем скорее всего произошло небольшое отклонение контур вот что это одежда для нашей поездки мы же не можем появиться в тридцать первом году в этой дурацкой форме постой наши поездки ты же не думал что я позволю тебе в одиночку исправлять величайшую ошибку моей жизни но это грубо тем более они неприятны но не бежит он поедет нерон в принципе хотя можно на флинстоун я уничтожу тебя если уходить так не при машине устроена в парень ну а так ты права город твой где нет человека в такой хороший день на как я понимаю главные площади он возле этой площади всегда есть км и конкурса за искать за 6 в мире и в игре такой заби меня там Ай! Восемьдесят восемь! Ей! Киловали следующие четыре съезда. Ага. Ага. Ну, кстати, красивый пейс зашат, однако. Назад в будущие игры. Ждём, когда мы будем в тридцать первом году и попытаемся исправить эту ошибку Эмита Брауна. Хотя, блин, мне кажется, это не особо ошибка, это просто другая линия времени, которому нравилось, если понимать. Тебя, молодого тебя, ты направлялся туда под ручку Сэдли. Ох, к счастью, моя бывшая жена не из тех, кто целуется на первом свидании. Если получится проведуть всё быстро и чётко, их, то есть наши отношения не зайдут дальше простых объятий. Ага. Почему не только? Только посмотрите. Старый городской кинотеатр. Да, да. Ага. Долгие годы я даже не вспоминал об этом месте. Всегда попробуем на жестче. Кто-то мужик потребовал сравнять его с землёй? Дескать, фильмы расливают умы молодёжи. Ну, смотри, какие на самом деле. Сколько вечеров в моей юности я провёл здесь, но так и не превратился в хулигана. Скажи, ты помнишь врага общества? Ах ты, грязная крыса, никчёрная, трусливая тварь. Я так и не посмотрел Франкенштейна. В этом и есть основная проблема, не забыл? Мы должны убедить юного тебя посмотреть. Ну, точно, конечно. Просмотр фильма должен был перевернуть мой мир, дать моль воображению и стать той идеей, которая определит мой научный путь. Ну, вот именно. Ты до сих пор не помнишь, что это была за идея? Стоп. А как я могу? Всё это произошло в голове другого Эммета Бравна. Тобой Эммета, чьи следы ныне поглотили зыбучие пески времени. К счастью, в собственном разуме я разбираюсь. Мы с ним не расстаёмся вот уже 70 с лишним лет. Если удастся завлечь молодого меня на просмотр фильма, тогда ничто не помешает ему. Святые угодники, вы только посмотрите. Городская площадь? Что там такого? Такая же, как я её помню, только грязнее. О, старое здание сюда. Пойдём, док. Тебе надо зайти и всё выяснить. Док, первое правило путешествия во времени, никогда не попадайся на глаза самому себе. Чё, Эммета Бравна? Он может разрушить реальность. То есть, прямо за тобой. Не оборачивайся. О, ни хрена себе. Иди. Я вам тебе знать, когда он уйдёт. И не забывай, что ты теперь Карл Саган. Автор миллиардов и миллиардов? Подозреваемый в поджоге. Ммм. Просто запомни. О, ясно. Так, мы видим Эмметы. Ну что же, идём к нему. Хм. Так, давайте проверим инвентарь. Эминекдок. Откуда у нас эминекдока? У нас его не было, по-моему, нет? По-моему, реально не было. Но не суть. А то, что у нас... Это у нас подсказка имеет рядом... Поговорите с ним! Это такая подсказка для тех, кто не осуществляет за игрой. И после нескольких... Ага. А что у нас? Это понятно. Так, ладно, что же, продвигаемся. Мы ещё вспомним, как быстро ходить. Вот, игрули. Игр... 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 Игре. Нет, что-то не помню. Ну ладно, пофиг. Давайте так подаем. Эй, Эммет. Это офигенный прикид. Майкл! Ты появляешься в самые неожиданные моменты. Где ты попада? Я не ошибаюсь. Эээ... 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 Да, его там. Ну, знаешь, то здесь-то там. Ты ведь и сам на месте не сидишь. И нафига тогда эти три варианта ответа. Я был очень занят. Развлекал одну прелестную особу. Ха-ха. Ха-ха. Я догадываюсь. Эээ... Надо же, я так и не успел поблагодарить тебя. Ну, я уверен, что ты и сам сумел бы спастись от малыша. Ах да, я тебе признателен, но сейчас речь об Эдне. Забавно, однако, до того случая мне и правда казалось, будто мы с Эдной не выносим друг друга. Ха-ха-ха-ха. Представляешь? Ммм... Ну, это я бы с этим поспорил. Но, хотя это самый лучший вариант. Девушки, ты хорошо и всё такое, но не теряй год. Понимаешь, Эдна не должна отвлекать твое внимание от, ну, важных дел. От завершения проекта для выставки и похода на Фрэкенштейна. Вот. Я сейчас слишком занят, чтобы ходить в кино. Но... А что касается моего проекта, так он почти завершён. Ракета Мобиль? Ракета Мобиль? Это же вчерашний день. С машиной покончено. Но от неё куча проблем и мало толку. Мне так и не удалось заставить силовую установку работать как надо. А кроме того, для общества от неё не было никакой пользы. Ну... Социум, ну... Ты разберёшься, Эмит. Тебе лишь нужен источник вдохновения, вот и всё. Гош, там мой кинотеатр-кино-посмой. Анализатор мыслей. Куда более важный проект? Чего? Это была задумка Эдной. И она приложила все усилия, чтобы я успел завершить его до начала выставки. А чё это? Я слегка запутался. А-а-а... Пошёл... Что здесь происходит? Сегодня день. О, день открытия. Сегодня день открытия выставки. А это напомнило мне, что нужно бежать в лабораторию. Если я одна увидит, что я тут прохлаждаюсь, мне не поздоровится. Ну, консюм реально шикарный, чувак, просто. 12 октября? Так... Так, дверь занята. Да, я не хочу туда идти, я пойду по хаву в столовую. Всё, типа... От горя напью суп... От горя напью суп, а ну... Блин, нельзя, ну ладно. Как это ускоряться в этой игре? Можете бы сказать, нет, ну и ладно. Так, ладно, идём. Ну что же, как я понимаю, Время прошло довольно-таки много, Потому что выставка должна, как я помню, быть... Не завтра, ну, если смотреть, А то время, когда мы стартовали, То и что-то тут пошло не так, как бы, Говорит на марте, Своим удивлением, Прошлся к сегодня. Начало до 100 окна, по-моему, было или нет? Мне так кажется, или тут весьма свежо для пустота? Мы опоздали на целых два месяца. Выставка вот-вот начнётся, а молодой ты уже по уши влюблён в 1. Два месяца. Я всегда имел склонность уходить в дело с головой. Тогда прыгаем в DeLorean и перемещаемся в нужный день. Нет, это слишком опасно. Помнишь, как я опоздал на встречу с тобой? В 86-ом. Должно быть произошло смещение. С временными контурами творится какая-то беда, И, похоже, становится только хуже. Если мы совершим прыжок с часами, То сможет запросить в эпоху клинозои, Или хуже в мезозои. Да, вообще. Мы застряли? На время. Я изучу проблему и посмотрю, что можно сделать. А ты пока можешь заняться решением другой нашей проблемы. Нет. Чего-то не проблема? Я хочу в столовую пойти походу. Блин. Все твои доводы окажутся бесполезны. Поверь, я себя помню. Лучше присмотрись к моей более сдержанной половинке. Кедни? Где мне ее найти? А ты как думаешь? Да, начало просто сегодня. При перемещении в трех основных размерениях «Белориан» все еще должен работать исправно. С 12 по 15 октября. Выставка в «Хиллэвэлле». Так, ну почему бы. Я бы сказал типа Эммит, эээ, Эммит, го со мной в кинотеатр. Типа должок вернешь? Я же тебя с пассетиной познакомил. Вот посмотрим фильм. Давно мечтал, но не удавалось. Да я тому скучна. Почему бы нет, мне кажется, идеально было бы. Средняя школа в «Хиллэвэлле». Тоже помню эту школу. на марсе был моя будущая бывшая будущая жена так предсказуемо вот этот разом просто я поговорю с ней говори лучше спрятать долларен пока кто-нибудь участника машины будущего нужно пройти в северный павильон и фианоприле удачи и кажется он бы занял первое место если бы хотя бы прокатил одного из судей ну или судей я не знаю и кто там есть динозавра в кайнозор и тогда в лаке киеве и первое место наша окно что же этно да какая нет конечно переключать можно мне жаль но его имени нет в списке о ради бога давайте я попробую еще раз это научная выставка хилл вэлли верно первое ежегодное именно цель нашей выставки демонстрация современных технологий верно и закрепить за хилл вэлли репутацию сообщества с передовым мышлением а вы не хотите пускать на нее создателя одного из самых передовых изобретений нашего времени не то чтобы мне этого хотелось но о господи кофе поделась а вот я каллахан блин что вы здесь делаете каллахан неужели так сложно запомнить каллахан гарри каллахан если свойство каллахан ладно вот так ясно тут все три варианта просто полная хрень значит она либо переведет либо на площади так значит вы знаете о его моральном анализаторе мыслей я не делал костюм подумать только он и не понимал всю важность своего открытия пока я не указала ему на это не знаю кто бы еще мог быть так невнимателен к собственным возможностям анализатор у нас изучит страны про эммета и его возможности забавно я и сама сначала этого не замечала на самом деле мне долго казалось что он мне вовсе не нравится к сожалению что приколяет да не понимаю то есть я мама зацепила совсем не из тех мужчин которые привлекают девушек ну я не из обычных девушек да но ценю вашу заботу мистер корлеоне но я могу позаботиться о себе сама я знаю чего ищу в мужчинах и эммет полностью соответствует моим запросам у них гены большие зеленые глаза браун рифмуется с даун и мне уже кажется что да он это вы но это как-то это какое-то недоразумение я не дам вот именно поэтому я не сомневаюсь как это злая женщина однако ну ладно а что же цепляет ей в эммете мы узнаем в следующей серии ибо вроде бы времени прошло как вроде бы много как бы вроде бы да как вроде бы вот ну что же до следующих серий и ждите ждите я обязательно выпущу все мои незаконченные прохождения так что до свидос